добрый день меня зовут шуров василий александрович я врач психиатр нарколог психотерапевт главный врач клиники тема сегодняшнего разговора топ-5 симптомов панических атак подписывайтесь на наш канал лайкайте пишите свои комментарии очень интересно как у вас протекают панические атаки если вы с этим сталкивались как вы их преодолели какие препараты принимали какими психотерапевтическими методиками пользовались ну и какие симптомы превалировали в картине панической атаки также у нас канал на яндекс дзене куча интересных статей жду ваших комментариев мы работаем для вас так возвращаемся к паническим атакам что такое паническая атака ну вот бог пан древнегреческий это такое лесное существо внезапное появление которого вызывало у людей очень сильный страх они теряли над собой контроль от этого у нас слова паника паника может быть как защитная реакция когда есть реальная угроза жизни и человек впадает в панику начинает метаться мало кому это конечно помогло и зачастую как раз это усугубляет ситуацию человек эту жизнь теряет ну вот тем не менее такая реакция в организме запрограммирована у наших пациентов у людей с повышенным уровнем тревоги панические атаки как правило происходит беспочвенно чем они отличаются от паники это может случиться дома утром в общественном транспорте то есть достаточно рутинной ситуации у человека возникает просто высочайший неконтролируемый уровень страха сопровождающийся вегетативным дисбалансом может быть любой симптом и давление высокая низкая тахикардия боли в грудной клетке головокружение жар кто-то покрывается потом у кого-то пересыхает во рту ком в горле знаменитый ком в горле раньше он там гломус истерикус назывался считалось что это у истеричек сейчас сплошь и рядом у людей с паническими атаками перехватывает дыхание если не забуду расскажу историю про пациентку последнюю с комом в горле то есть любые симптомы вот отличие что все как мы это на скорой называли цианоз понос отдышка пульса нет больному крышка то есть вот пул таких пациентов с паническими атаками и вот с утра до вечера они дергают скорую у кого давление у кого еще что-то и соответственно таблетка феназепама прекрасно все эти приступы снимала самое смешное что они заканчивали зачастую до того как приедет бригада то есть еще надо понимать что паническая атака это очень короткое состояние это выброс адреналина вот эта куча симптомов страх смерти все остальное адреналин точно также короткого действия гормон действие закончился бригада приехала вообще ничего нет ну понятно человек вызвал он уже должен свой укол магнезии получить свою таблетку феназепама особенно если это ночь два часа мы прекрасно понимаем что через два часа его опять может накрыть и он опять в четыре часа утра выдернет целую бригаду которая может быть другом месте реально могла бы спасти жизнь человеку но она вот будет сидеть успокаивать невротика у которого полное ощущение что он сейчас умрет он прям вот более чем уверен он там такую картину рисует диспетчеру на вызове что у него уже сердце просто остановилась и он пять минут в клинической смерти ему нужна минимум реанимационная бригада но самое прикольное что диспетчера тоже этих пациентов знают эти адреса и чтобы они там не рассказывали поедет обычная фельдшерская бригада просто успокаивать этого человека считающего что он сейчас умрет возвращаемся к нашим симптомам страх смерти это очень неприятный симптом среди полного благополучия в течение нескольких секунд разворачивается вот эта вот картина с головокружением с тошнотой сердцебиением темнеет перед глазами у человека полное ощущение что он сейчас умрет это дополнительный адреналин симптомы усиливаются получается замкнутый круг все я умираю у них это частая фраза я умираю там все родственники должны вокруг бегать кто-то вызывает бригаду кто-то там кормит его таблетками он уже там завещание пишет одной рукой все он приготовился расставаться с жизнью у меня много таких пациентов которые мне звонят я умираю им говоришь нет не умираешь вот выпей эту таблетку все и не умирай потом часто ты в себя придешь мы с тобой закончим это закроем именно этот эпизод смерти чтобы ты дальше спокойно жил ком в горле фаринга невроз есть масса состояния когда действительно болит горло причем мы должны понимать что горло это такой собирательный термин и ангина горло и трахеит горло и все что угодно и опухоль может быть в горле как правило ко мне пациенты приходят вот с такой грудой обследование они были у лора они были у невролога и там остеохондроз подлечили шейные коты мрт сделали лорд туда заглянул ничего не нашли но давит люди прям показывают давит не хватает воздуха горло сохнет голос садится очень часто это гипер ответственные люди вот последняя история очень большая начальница получила новую должность несколько отделов объединила у нее уровень тревоги подскочил на совещаниях начал пропадать голос сохнет горло при виде начальника прям до спазмов ну естественно она будучи женщиной образованной современной пошла куда гадалкам к экстрасенсам кому еще люди серьезные зачем к врачам ходить врачи это в последнюю очередь те там разложили на картах таро посмотрели в шар с духами очевидно пообщались тарелку покрутили ну в общем пришли к выводу что она в прошлой жизни и и повесили поэтому это ей напоминание петли вот так вот начальник возможно был палачом просто на при виде него теряла дар речи и и начинала давить понятно что никак они ей не помогли хотя они неплохие может быть психологи ну помогли облегчить кошелек в конце концов с кучей обследования она пришла к нам мы всю эту вот ситуацию гипер тревожности повышенной ответственности важного поста каких-то детских психотравм все это всех этих нюансов собрали в одну кучу вначале медикаментозно снизили и уровень тревоги повысили работоспособность ну и в дальнейшем конечно все это психотерапевтические проработали женщину слава богу отпустила она смогла спокойно и с начальником общаться и совещание проводить не пришлось ей менять работу и я могу даже сказать что по итогам общения она несколько пациентов с похожей ситуации прислала у них видать еще вот в это именно компании достаточно напряженная психологическая атмосфера мы всем помогли и у всего этого топ-менеджера есть ряд общих черт они такие латентные трудоголики нацеленные на успех с внешней референцией очень зависимы от мнения начальства активно строящую карьеру и вот это ожидание оценки любая критика проявлялась вот именно в виде таких телесных психосоматических симптомов такие как ком в горле ну слава богу всем помогли все хорошо они дальше строят карьеру и рекомендации по трудоголизму я им тоже дал потому что рано или поздно такие люди перегорают и попадают ко мне уже с депрессиями с более тяжелыми неврозами по сравнению с которыми ком в горле это просто так начальные симптомы страх смерти тоже очень распространены симптомы невротиков не только у невротиков у людей с фобиями была пациентка со смешанным и фобическим расстройством и тревожным как правило он имеет под собой подоплеку очень часто это действительно опыт приобщения к смерти к смерти внезапной не ожидаемой часто у родителей возникает на смерть детей то есть то что у них голове просто не укладывается вот женщина была они возвращались юга в машине у нее умер ребенок и она стала бояться любых машин лифтов любых замкнутых пространства она садится у нее это паническая атака с выраженным страхом смерти то есть дошло уже до того что даже мысль о том что куда-то ехать выходить из дома естественно она замкнулась в домашнем пространстве перестала выходить на улицу продала машину то есть очень много чего сделала родственники и буквально насильно провели ей было тоже подобрана медикаментозная терапия помогли мы и отгоревать принять эту утрату и потихонечку ну сама еще за руль не села но по крайней мере проблем с передвижением в транспорте таких явных нет когда человек вынужден сидеть дома история грустная трагическая в жизни все что угодно может случиться у нас нет никаких гарантий что мы переживем своих детей всяко случается но я хочу сказать что нужно вот когда очень сильная реакция горя нужно идти к психотерапевту нельзя потому что человек застревает в этой шоковой ситуации он как бы замораживается и на него сваливаются фобии неврозы психосоматика выстреливает всегда тело идет в разнос вот этого не надо допускать надо эту ситуацию переваривать встраивать в личный опыт и жить дальше потому что потом особенно когда запущена когда это многолетняя история очень тяжело с этим работать ну и завершая топ-3 не могу упомянуть вот эти корона психозы корона вирусы к сожалению продолжается вот эта информационная атака на неокрепшие мозги из каждого средства информации любая новостная программа начинается ситуации по вирусу заболеваемость растет смертность немыслимая уже сотня вакцин изобретена скоро у каждой деревне будет своя вакцина ну прививать только никого не начали исследования на маленьких выборках ну вот вирус и вакцина две темы обострились пациенты с обсессивно-компульсивной с фобиями заражения вот сплошь и рядом буквально вчера пациентка была прям в костюме сварщика с тремя масками в перчатках тут все залило потребовала чтобы ультрафиолетовую лампу привезли там все при ней начали облучать от микробов я понимаю что человек уже в предпсихотической ситуации потому что она нападает на окружающих которые без маски начинает на них орать очень тяжелая история следующим этапом будет замкнуться внутри дома и никого к себе не подпускать естественно я и назначил терапию там родственники пожаловались что она уже мониторит интернет чтобы заказать аппарат искусственной вентиляции себе домой несколько баллончиков с кислородом купила вот такие информационные атаки приводят к тому что люди с невротической симптоматикой склонные к фобиям люди тревожные начинают вот реально сходить с ума на глазах у окружающих это очень печально здесь та же самая история скорее всего они не придут потому сейчас это социально поощряемая история носить 20 масок перчаток везде брызгать тут уже родственники должны обратить внимание на таких людей уже впадающих в безумие привести к специалисту для коррекции потому что легче не станет потом они найдут причину еще с чем бороться не вирус значит микробы потом доберутся до родственников не тяните если вы видите что это чрезмерно что это уже переходит в ритуалы что уже человек вот не отличим от человека пребывающего в безумии ведите его психиатру ловите тот момент когда это можно скорректировать быстро панические атаки могут мимикрировать под любое заболевание у кого адская головная боль инсульт инфаркт судороги задыхаюсь симптомов очень много они разнообразные часто они меняются у человека смысл один не надо ходить по миллионам специалистам ну вы один раз проверились там сходили сделали эко г биохимию не нужны вот эти вот стопки обследований каждые пять минут специалист исключил ничего своего не нашел все идите к психиатру к психотерапевту сейчас достаточное количество грамотных адекватных докторов которые направляют мы вам подберем и терапию медикаментозную и психотерапевтическую поддержку поэтому не тяните чем дольше это состояние существует тем больше потребуется усилий для лечения просто позвоните мы вам обязательно поможем